Харик Криштан, дорогие и приятные! Сегодня Курмахарадж отправился на Гавардхан с утра после того, как он провел в Мангалавите. Отправился на Гавардхан. Прошел 8 километров от Радха-кунды до Гавинда-кунды. В процессе этого перехода он заходил в Бхактивиданта Ашу на Гавардхане. Там во время Картики живет Вайшеш Капрабо и Мухарадж встретился с ним. На Гавинда-кунде в том месте, где я совершал свой баджан Мадхавян Драпури, Ваймухарадж провел Катху и встретился с Ачютатмой Прабом. Катха была посвящена Гвардхану и Мадхавян Драпури. Любимая история Ваймухараджа, то, как Мадхавян Драпури с любовью служил Господу. После Атхина Гавинда-кунде Грумхарадж отправился в новый центр, который строит Буриджан Прабу, это ученик Шилы Прабхупады, основатель Бхакти-Шастр. Там он осмотрел строительство, огромный зал для киртонов, без стиснутых условий, там человек 700 может разместиться в зале для киртонов. Несколько корпусов гостиничного типа, где могут жить прядные, приезжать на ретриты. Ну и также у них было обсуждение. Грумхарадж говорил о распространении книг. Буриджан Прабу говорил о том, что необходимо также их изучать. Была такая интересная беседа. Буриджан Прабу цитировал Шилы Прабхупаду и Грумхарадж тоже. Цитировал Шилы Прабхупаду. Ну и завершилось тем, что Грумхарадж процитировал наставление Шилы Прабхупаду, чтобы в каждом доме, в отеле был комплект Бхагават. Потом одна из старших учениц, Грумхараджа, она проводит онлайн лекции и участникам этих лекций она распространяет комплекты Шилы Прабхупаду. В среднем у нее в год уходит около 500 комплектов Шилы Прабхупаду. Она поделилась этим с Буриджаном Прабу. Буриджан Прабу ее похвалил и сказал, да, ты действуешь совершенным образом, потому что ты проповедуешь этим людям, вдохновляешь их, они берут книги и ты также объясняешь им эти книги. Была такая интересная беседа. Грумхараджу показали комнату в этой гостинице, потом отвели в Прасадам Холл, большой Прасадам Холл, то есть там свободно 300-400 человек может помещаться. И после этого мы дальше на машине поехали на Радхакунду, на Радхакунде Грумхарадж посетил, Грумхарадж посетил Сангам. Это место, где Шиамакунда и Радхакунда соединяются вместе. Ну и местные браманы сразу воспользовались этой возможностью. Провели ритуалы поклонения Радхакунде Шиамакунде с участием Грумхараджа. Практически в течение дня очень много браманов обращалось за пожертвованиями к Грумхараджу. Ну и каждому он просил дать пожертвования. И кто-то из преданных грехов от имени Грумхарадж давал им обычно в 100 рупий давал. На Радхакунде тоже практически всем, кто обращался, браманы, байшнавы, Грумхарадж всем просил дать пожертвования. Он после того, как совершили ритуалы, он зашел в то место, где совершал свой баджан Джанавамата на берегу Радхакунды. И там он прочитал Гайатри. Затем мы зашли в Самадхи Рагунатхи Даса Госвами. Обошли вокруг Самадхи Рагунатхи Даса Госвами. В целом Грумхарадж выглядел очень так бодро, можно сказать. Несмотря на то, что у него затруднения с тем, чтобы двигаться. Иногда он не может даже с места сойти. Но здесь он прошел эти 8 километров. Еще обошел весь этот огромный комплекс, который строится на Гавардхане. Потом на Радхакунде ходил. То есть очевидно, что он никак не отчисляет себя с этим телом. Просто продолжает свое служение, независимо от состояния тела. Была очень вдохновляющая пари Крама.